У меня есть просьба. Когда в России в следующий раз будут метелить очередных простых прохожих дубинками, когда будут воровать следующий вакон государственных денег, когда будут выкидывать новую пачку инакулатуры в избирательную кухню, я очень прошу вас говорить об этом, не молчать. Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным уберегом. Если ты молчишь, не значит, что ты в домике. Прийти могут в любой домик. Даже если этот домик находится на Рублево-Успенском шоссе. Когда власть не принадлежит народу. Когда она узурпирована какой-то кучкой людей, которые, прикрываясь теми или иными идеологическими воззрениями, устраивают террор против собственного народа. И боясь инакомыслия, боясь конкуренции в политике, они уничтожают оппонентов на корню. И вот те страшные дни, 30-е, 40-е года, которые унесли и искалечили жизни миллионов людей. И об этом фильм был. Юрий Дудь получил награду. И вот когда он получил награду, он высказал свое мнение, которое тронуло сердца миллионов. В принципе, он сказал о том, что сейчас как раз время происходит, которое приближает нас к этим временам Колымы. Когда почти уже молчание это не оберег, не спасает. И какой бы вы дом не выбрали, куда бы вы не спрятались, в какую-то там ракушку, в любом случае могут прийти и постучаться. И это в наше время, когда век информации, к сожалению, это наша действительность, российская, казахстанская, в том числе у нас, и как у них власть не принадлежит нам народу авторитарные диктаторские режимы. Он сказал о том, что нельзя молчать, просто нужно заниматься политикой. Политика это наша родина, политика это будущее наших детей. Об этом он говорил. Ну, в принципе, реакция со стороны общественности была соответствующая, но была в том числе и неадекватная. И она шла со стороны власти. И вот те, кто воспевает эту власть, промывает мозги каждый день населению через вот эти ящики, они раскритиковали, мягко говоря, Дудя. И вот посмотрите, что сказал по поводу Дудя Соловьев, пропагандист, не журналист. А человек, который опустился до уровня оскорблений. Ну, давайте сперва посмотрим. Холодный, лащеный хлыщ, но вышел смешной, холодный, пошлый человек. И что-то говорил о том, что, о каких вбросах, о каких вбросах говорил Дудя. Он вообще ничего не понимает. В общем, ребята, я не все поставил это видео. Хотите посмотреть, что говорил там Соловьев, в Ютьюбе наберите, и там этого видео полно. Ну, хотел бы сказать, что, в принципе, вот эта желчь, которая идет со стороны Соловьева, это не что иное, как зависть. Ну, в принципе, человек хочет поймать хайп на фоне вот этого большого солнца, популярного под названием Дудь. А вон маленькая звездочка, там где-то затерявшая на небосклоне, пытается, ну, погреться в лучах славы. Кто такой Дудь, у которого много миллионов аудитории? И эта аудитория не искусственная какая-то там, как у него там. А эта аудитория пришла к нему в результате того, что он это заслужил. Люди смотрят его, он интересен, его контент интересный в Ютьюбе. И вот эта, естественно, селекция, в результате которого он выбился в популярности. Популярность не что иное, и весь вот этот хайп вокруг него, это побочная эффекция. Его вот эти ролики, документальные фильмы, это, ну, отчасти, это, конечно, его гражданская позиция. Это то, что движет им, а не деньги, как пытается уверить нас всех, вот этот Соловьев. А вот Соловьев, у него аудитория, это те, кто смотрит «Ящик», российский канал. Это аудитория, ну, которая каждый день он ей промывает мозги этой аудитории. Аудитория, которая, может быть, кто-то критично умеет мыслить, кто-то нет, но так или иначе, аудитория, которая говорит из ящика, а не из своего самостоятельного мышления. Соловьев, он зависимый, и его слова – это позиция власти какой-то там самой верховной группировки. Соловьев получает за это деньги, гонорары, вот, за свое присутствие, за то, что он излагает из своих уст. Вот этот весь фонтан пропаганды. И, в принципе, кто вызывает доверие? Доверие вызывает дуть, а Соловьев – нет. Наверное, это и бесит Соловьева. Без российского канала кто такой Соловьев? Никто. Пока он говорит пропаганду, он нужен власти. Как только он прекратит это, она его вышвырнет. И все. Его естественный отбор, его востребованность со стороны власти – это не есть естественный отбор, селекция. Это по принципу отрицательного отбора. Вот если ты будешь нас пропагандировать, позицию государства, я имею в виду режима, тогда, пожалуйста, ты востребован. И вот он востребован. И пока он говорит, он будет востребован, этот Соловьев. Он, кстати, обвинил в том числе, что якобы дуть делает все за деньги. Почти. Ну, типа того, что там вот эти фильмы производят. Ну, какие деньги? Это позиция. Человек делает то, что ему нравится. Не в этом ли счастье? Не в этом ли вообще показать не только то, что человек умеет, но и донести свою позицию, он умеет всклыхнуть в людях, чтобы они становились неравнодушными. Очень важно позиции Дудя то, что он пытается людей уверить в том, что нужно все-таки заниматься политикой. Почему я, как казахстанец, не обошел эту тему стороной? Поскольку это проблема и Казахстана. Я считаю, что в Казахстане граждане тоже должны заниматься политикой. Поскольку политика это не просто какой-то пустой звук. Это наша Родина, наша страна. А коли мы, если не занимаемся, то мы ее отдаем на откуп чиновникам. А потом мы жалуемся, почему такие законы дурацкие. Почему у нас коррупция пышным цветом цветет. Почему у нас выборы фальсифицируют. Почему у нас все не так, как там в Европе, на Западе. Да очень все просто. Есть следствие, есть связь. Нужно видеть. А она заключается в том, что, чтобы ее увидеть, надо заниматься политикой. Хотим мы этого или нет. И как раз Дути об этом и говорит. Вот лично моя позиция, что мы как граждане, когда заботимся о своих детях, мы в них что-то вкладываем каждый день. Труд какой-то со стороны нас идет. Потому что мы знаем, что это дети. Мы хотим, чтобы они выросли хорошими. Чтобы стали людьми. А вот почему-то страной не хотим заниматься. Хотя страна это как раз то, где будут жить эти дети. И когда вы не занимаетесь страной, это не все равно, что вы растите своих детей. И оставляете на произвол непонятно какой стране. Поэтому страной нужно заниматься так же, как и детьми. А это уже политика. Политика должна касаться всех. И вот такая позиция. Вот все, что я думаю по этому поводу. Все, что я хотел сказать. Сами оставляйте свои комментарии. Будет интересно, конечно, подискутировать на эту тему. Ну и у кого есть, в общем, предложения, как менять нашу страну, тоже пишите. Кому ролик понравился, ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока.